С 10 по 18 декабря украинские иудеи отмечают праздник Хануки, с которым связано много традиций и легенд. Название этого праздника происходит от выражения Ханука Хамисбиах, которое означает освящение жертвенника. Оно произошло сразу после освобождения храма Маковеями и его очищения от идолов. По одному из мнений, приведенных в Талмуде, Иехуда Маковей и его сподвижники устроили празднование. Это было возмещение пропущенного восставшими праздника Суккот, который не состоялся из-за гражданской войны и ритуального осквернения храма язычниками. Праздник корнями уходит в историю. Это 165 год до новой эры, когда иудея находилась под властью греческой империи и управлял этой империей Антиох IV, Эпифан. Он называл себя великолепным, евреи называли его умалишенным, потому что он издавал указы, которые были очень болезненны для духовного состояния еврейского народа. Его желание было насильно заставить евреев принять греческую культуру и греческую веру. Слава Богу, появились те, кто не были с этим согласны. И несмотря на то, что они были малочисленны, как мы читаем в молитве праздника Ханука, отдал многочисленных в руки малочисленных. Одна из легенд рассказывает, как греческая армия осквернила храм, открыв кувшины с маслом, которое должно было гореть в лампадах. Иудеи нашли всего один кувшин, не испорченного захватчиками масла. Его должно было хватить на один день. Но произошло еврейское чудо, и оно горело 8 дней. Именно поэтому в Ханукее свечи зажигают в течение 8 дней, ежедневно добавляя по одной. Согласно обычаям, праздничный ритуал символизирует победу в войне между святостью и нечистью. Эта Ханукея имеет 8 свечей. Почему? В честь 8 дней хам. Будрецы говорят, что в Минара там каждый день зажигали одинаковое количество свечей. А сейчас мы добавляем по одной свечи. Говорит Любавич Аскеребе интересную вещь, что в дни, когда горело Минара в храме, это были дни благополучия. Сегодня это дни темноты, дни болезни, дни, когда люди, к сожалению, мы видим пандемию в мире. Когда есть болезнь, когда есть темнота, нужно наступать на темноту, то есть добавлять по одной свече. Интересно, что кроме традиционного зажигания свечей сохранились и другие традиции. Например, на Хануку принято давать детям немного денег, Ханука Гэлт, чтобы приучить их к цдаку, сбору средств для бедных. Часть этих денег дети могут потратить на сладости, а другую часть отдать тем, кто в них нуждается. Также на праздник готовят блюда, связанные с маслом, и играют в ханукальный волчок Дрейдл. В дни Хануки принято кушать блюда, приготовленные на масле, потому что история праздника связана с чудом, случившимся с оливковым маслом в Иерусалимском храме. Есть традиция в дни праздника играть в веселые игры, потому что одна из вещей, которые делали евреи во времена в дни Хануки, когда греки пытались запретить им изучать Тору, они притворялись, что они играют в азартные игры, поэтому есть специальная даже ханукальная игра, называется «Ханукальный волчок». Главное богатство Одессы – это традиции и обычаи десятков национальностей, которые более двух сотен лет проживают в мире и согласии на одной территории. Телеканал «Репортер» поздравляет всех представителей еврейской общины Одессы с праздником Хануки. Хак Ханука, Самеях. Василий Базовлук, Алексей Прокопенко, Телеканал «Репортер».